Давайте досчитаем, потому что осталось немного. Тут вдруг услышал я вблизи вой собаки. Не слышал ли я уже когда-то этот вой собаки? Моя мысль устроилась в прошлое, да, когда я был ребенком в самом дорогом детстве. Угу, золотустустуст. Когда он произносит эту самую тяжелую мысль, он слышит вой собаки. Вой собаки из детства, из прошлого. То, что он видит затем, откуда? Из будущего. Из будущего. То, что он видит затем, он видит из будущего. То есть он видит самого себя в будущем. Тогда я слышал я собаку, которая так вывела. И видел ее, ощутившуюся, с поднятой вверху головой, рожащую в самую тихую полночь, когда и собаки верят призраков. Так что мне было жаль ее. На дом он только что взошел в мертвом молчании полный месяц. Он стоял неподвижно, круглым огненным шаром. Он неподвижно над плоской крышей, как над чужой собственностью. И от этого собаку обаял страх. Ведь собаки верят в ворот и призраков. И когда я опять услышал тот вой, я вновь почувствовал жалость. Туда же одевался карлик, и ворота, и паук, и все перешептывания. Было ли это во сне, или наяву? Вдруг снова стоял я среди диких скал, один одинокий в пустынном свете луны. Но там лежал человек, и там собака. Сочетение в жизни шерсти, у кого играет и лежит. Тут она увидела, что я подошел. И сразу снова забыла, закричала. Слышал ли я когда-нибудь, что собака кричала только помощи. И поистине я увидел то, чего никогда не видел. Я увидел на лобу пастуха, корчавшегося, задыхающегося в конгульсиях с кожаным лицом. Изо рта его свисала черная и тяжелая змея. Видел ли я когда-нибудь столько обращений и бледного ужаса на одном лице? Завтра он спал, когда змея заползла ему в глотку и впилась в нее. Моя рука рванула змею, рванула еще напрасно. Она не вырвала змею из глотки. Тогда из меня вырвался крик. Из меня. Из меня вырвался крик. Откуси, откуси, голову откуси. Так выкликнул из меня мой ужас, моя ненависть, мое отвращение, моя жалость. Все хорошее и все дурное во мне кричало из меня в едином крике. Вы смельчаки вокруг меня. Вы искатели, испытатели и те из вас, кто плавает под коварными парусами по неисследованным морям. Вы любители загадок. Да, золотухство напоминает нам, что все это было сказано определенному пусть и массовому кругу лиц. Рассказать мне загадку, которую я видел тогда, растолкуйте же мне это видение самого дела. Видение. И про это было видение и предвидение. Что видел я тогда в этом символе? И кто он? Кто однажды еще должен прийти? Кто тот пастух, которому заползла в лодку змея? Кто этот человек, которому все самое тяжелое, все самое черное, и заползел в лодку? Кто пастух откусил, как советовал ему мой крик? Он откусил уверенно. Далеко скрынул он голову змеи. И вскочил на ноги. Но ни пастуха, ни человека боли. Преображенный, просветленный, который смеялся. Никогда еще на земле не смеялся человек, как он смеялся. Никогда еще на земле не смеялся человек, как он смеялся, потому что это уже не человек. О, братья мои, я слышал смех, который не был смехом человека. И теперь пожирает меня жажда тоска, которая никогда не стихнет. Тоска по этому смеху пожирает меня. О, как вынесу я еще жизнь. И как могу вынестить я теперь смерть. Такой взрослый. После этого видения он описывает, собственно, загадку. И это видение позволяет Зоротустре жить дальше. Что же это за пастух? И что это за черная змея? Ну, если мы говорили о прошлом, а потом о будущем, естественно, это сам Зоротустро. Страница 222. Это, собственно, момент, когда Зоротустро уже откусывает голову змея, сплевывает. Но еще не момент, когда он вскакивает. Заметьте, они были разделены самим Зоротустрой в самой главе, о которой только что шла речь. Но еще не момент, когда он вскакивает и смеется. Еще не момент, когда он становится выше, чем человек. Предположим, что я только что так или иначе рассказал вам о Мамечном Возвращении. Именно это сделали только что, так или иначе, для Зоротустро его звери. Поэтому Зоротустро отвечает им. 25-я строка. О, вы прокраздники и шарманки. Он отвечал за Зоротустро и снова улыбнулся. Хорошо знаете вы, что должно, мол, исполниться в 7 дней. И как-то чудовище заползло мне в плод, придушило меня. Но я откусил ему голову и открыл его против себя. Но вы уже сделали из этого уличную песенку. Я же лежу здесь, еще усталый от этого отпусывания и отклевывания. Еще больной от собственного избавления. И вы смотрели на все это? Это сладострастие. Но он называет это своим состраданием. Маленький человек, особенно поэт, с каким жаром обвиняет он в жизни на словах. Слушайте его, но не прослушайте наслаждение во всех его жалобах. Это обвинители жизни. Их побеждает жизнь в одно мгновение. Ты любишь меня, говорит дерзновенное. Да, где же немного? У меня нет еще для тебя, но и для тебя времени. Человек для себя самого самый жестокий зверь. И во всем, что зовется грешник, несущий крест и кающийся, не прослушивайте наслаждение, примешившим к этим жалобам и обвинениям. А я сам не хочу ли быть обвинителем человека? Ах, звери мои, только одному научился я до сих пор, что человеку нужно его самое злое для его лучшего. Что все самое злое есть для его наилучшей силы. И самый твердый камень для высшего созидателя. И что человек должен становиться лучше и злее. Не за то я в долгой гварден к дереву мучений, что знаю, человек зол, но за то, что я кричал, что никто еще не кричал. Ах, его самое злое так ничтожно. Ах, его самое лучшее так ничтожно. Великое посещение человеком, оно душило меня и заболгоня в глотку. А еще то, что предсказывал прорицатель. Все равно никто не вознаграждает знание... Все равно, ничто не вознаглаждается, знание душит. Долгие сумерки ковыляли предо мною. Смертельно усталая, пьяная до смерти печаль, которой говорила зевая во весь рот. Вечно он возвращается человек, маленький человек, от которого устал ты. Так зевала моя печаль и волочила ноги, и не могла заснуть. В пещеру превратилась для меня земля людей. Ее грудь ввалилась, все живущее стало для меня человеческой гнилью, костьми и обетшало прошлое. Обетшавшим. Обетшавшим. Мои вздохи сидели на всех человеческих могилах и больше не могли встать. Мои вздохи и вопросы квакали, и давились, и голодали, и жаловались день и ночь. Ах, человек вечно возвращается. Маленький человек вечно возвращается. На гиме видел я когда-то обоих самого большого и самого маленького человека. Слишком похожи они друг на друга. Слишком человеческий даже самый большой человек. Слишком мал самый большой. Это было посещение моим человеком. И вечное возвращение даже самого маленького человека. Это было посещение моим всяким существованием. Ах, отвращение, отвращение, отвращение Так говорил Заратустра и вздыхал И дрожал, ибо он вспоминал о своей болезни Тут звери не дали ему продолжить И когда Заратустра собирается изложить свое учение Звери не дают ему продолжить Понимаете ли вы, что это за пастух, что это за змея И что происходит? Змея это дух есть Змея это дух мщения, да Когда Заратустра побеждает дух тяжести Приходит видение, видение победы над духом мщения И когда Заратустра побеждает его Падая навзничь и через 7 дней выздоравливая Он хочет сказать нам, как он это сделал Но звери не дают Хорошо Две-три главы ранее О прохождении мимо, по-моему, называется Когда шут стоит перед городом И говорит Заратустре Там тоже поднимается тема «вместе» Заратустра говорит Что я больше не учу То есть месть это не... Ну то есть как бы шут, он... Заратустра говорит, что месть... Ну как бы возвращается к этой теме, что месть это неправильно И что месть это не... Там, от чего учу я И поэтому нужно просто пройти этот город Ну разве шут не излагает учение Заратустра? Излагает, но... Но оно не... Разве оно не полно мести? Да, шут... Да, но у нас все говорится, что все И это не мой путь Говорит ли он шуту правду? Мое доказательство такое Мы видим, в чем заключается дух мщения В самом конце черная змея Мы видим видение этой черной змеи И мы знаем, когда Заратустра отписывает ей голову Мы предполагаем, что все это время он был отраблен духом мести То есть он говорил против него с самого начала Помните, все учения христианства, они из мести Тарантулы, учения о равенстве, они из мести И Заратустра говорил против мести Но это не значит, что он не был отраблен духом мщения Почему не дух мщения? Мы так приняли это как... Только что Заратустра сказал нам об этом сам Разве нет? Давайте еще разочек откроем, почему нет Еще раз простим о змеях Великое пресыщение человеком Оно душило меня и заползло во мне в глотку А еще, что предсказывал прорицатель Что знание душит Пресыщение человеком И есть черная змея Еще знание, но об этом позднее Вечно возвращается человек Это знание, кстати Маленький человек, от которого устал ты Ты есть заползшая в глотку змея Ах, человек вечно возвращается Маленький человек возвращается Заратустра хочет отомстить маленьким людям Хочет отомстить ничтожествам Хочет элиминировать их, уничтожить Они должны быть стерты Раздавлены Но вот засада Учение о вечном возвращении Говорит, что они вечно вернутся Что от них нельзя избавиться Что их нельзя спрятать Их нельзя раздавить Их нельзя выкинуть Они всегда были, есть и будут Учение золотовства, следовательно Должно быть изменено Его дух мщения, который хочет отомстить Этим маленьким людям, уничтожив их Должен быть отменен Он никуда не ведет Он ничего не достигает Так как они всегда вернутся Как Заратустра сделал это Мы не знаем Сейчас, может быть, на следующей страничке Если я не ошибаюсь Там есть еще немножко об этом Слишком мал даже самый большой человек Это было присущение мое человеком И вечное возвращение даже самого маленького человека Ах, отвращение, отвращение, отвращение С меня за полшую глотку есть дух мщения И финальная победа Это не победа над духом тяжести Это победа над духом мщения Это не победа над сократизмом Или тем фактом, что всякое учение закончится В смысле, это завершение попытки создания такого учения Которое не было бы связано с местью Не было еще философских учений, не связанных с местью Не было еще моральных учений, не связанных с местью Ибо первый, кто собрался всем отомстить Старый урод Сократ Второй, кто собрался всем отомстить Молодой моральный урод Иисус И так далее, и так далее, и так далее Кант Гегель Вы помните, мы с вами говорили о Гопсе Кому Гопс мстит? Молодым, потому что он старик И он говорит, не, молодость нельзя Молодость это плохо Вы хотите быть смелыми? Смелые это сумасшедшие Нормальные люди не хотят умирать ни за что Нормальные люди хотят жить Понятно почему Потому что старик хочет только одного Он хочет жить Еще немножечко Еще чуть-чуть Ну еще денечечек И из этого выходит целая теория Теория в том числе и безбожная Теория атеистическая Царатурство преуспевает Преуспевает в создании учения Первого на свете учения Свободного от мести Но мы не видим этого учения Потому что он не спускается В пятой, шестой части И мы не увидим, как он это делает Потому что мы не видим, что происходит В эти семь дней, пока он спит Такая моя трактовка Не знаю, убедил? Нормально? Нет ли замечаний? Хорошо То есть Проблема с учением о вечном возвращении Состоит, как раз заключается в том Что отребье вернется Все вернется И значит отребье вернется Вечное возвращение преодолевает Дух тяжести Но вечное возвращение не преодолевает Дух мщения Потому что отребье вернется Что-то другое преодолевает Дух мщения Но мы не знаем, что Я думаю, что мы можем на этом остановиться. На самом деле не можем, на самом деле нужно двигаться дальше, и по большому счету нужно вернуться назад к вечному возвращению и рассмотреть те моменты, которые вы еще не обсудили. Но я оставлю их лучше на вас. Если у вас что сказать по поводу того, что мы сейчас подсчитываем. Почему вы в этот раз просто не можете убить людей? Нет, это не очень важно. Потому что с точки зрения вечного возвращения, как раз даже... Потому что они вернутся. То есть они неизбежно вернутся. Они вернутся... Сколько бы лагерей он не построил, как только наступит новая жизнь, они уже будут здесь. Но они опять не платье. Да, но они все равно будут здесь. И его учение снова будет отравлено местью к ним. То есть получается, Санкт-Петербург, он всегда будет отравлен другом местью. То есть снова и снова. До тех пор пока не избавиться от него. Нет, он избавиться от него, но до этого он постоянно будет отравленным. И это будет бесконечное количество раз. И также он бесконечное количество раз будет... Ну, само учение также будет отравлено этим людям. Ну, которое... До определенного момента, да. И также он будет говорить о сверхчеловеке, которого пока как бы нет, который пока не появился. Ну и получается, он... Вот всю эту бесконечность этого сверхчеловека, его не будет. Он будет, только не для золотухства. Он будет, как только золотухство погибнет. Золотухство вернется. Это же ответ на третий уровень духа тяжести. Смотрите, что говорит дух тяжести золотухства? Ты камень, ты бросил себя вверх, ты бросил свое учение вверх, но оно обязательно упадет. Что говорит дух тяжести золотухства? Когда человечество достигнет пика, начнется упадок, и человечество неизбежно деградирует. Даже лучшее твоё достижение не имеет никакого значения, потому что закон становления говорит, время идёт. Человечество деградирует и исчезнет. Что толку от сверхчеловека, если человечество деградирует и исчезнет? Какой смысл в твоих страданиях, страданиях, боли, преодолении, если человечество деградирует и исчезнет? Как решает эту проблему вечное возвращение? Это значит, что моё достижение навсегда останется запечатлённым в вечности. Это ли не повод стремиться к чему-то? До этого пессимизм говорил, всё, что вы делаете, бессмысленно, потому что время течёт. Теперь новое учение затосовет, что всё, что вы делаете, имеет предельный смысл, потому что это вернётся, оно никуда не исчезнет. Это попытка вырваться из, аллегорическая, конечно, из того пессимизма и нигилизма, которому приводит сократизм и логос сократизма. То есть, в принципе, Заратустра как раз-таки поставил какую-то цель из себя, то есть его воля выразилась как раз-таки в том, чтобы был смысл. Да, да, он задаётся вопросом, как преодолеть сократизм, как преодолеть говорящего правду. И учение в своей воле он создал учение о вечном возвращении, да. Но где бы он ещё мог его взять? Ещё какие-нибудь замечания? У меня очень интересно, я когда ехал сюда, по поводу, значит, по поводу, я написал, что я не понял из Нитши по этому курсу, что он, мне кажется, диким противоречием, и хотел тему обсудить. Ну, даже прочитать не могу, но, в общем, там приглядит на заметку было такого уровня. Непорядно, как Нитши преодолевает духомущения. С такой мыслью я ехал сегодня. Да, терапирующий, не пойму, что. Для меня, там прям такая заметочка была, я говорю, всё-таки Нитши говорит, что я против духомущения, но всё, в принципе, нет он духомущения. И вообще была такая негативная, что вот этот вопрос он вообще только не понимает, и на самом деле как будто бы он добавляется, как будто он не тарал, но на самом деле он тарал, но он сегодня и потому, что здесь не всё так просто. Хорошо. Ещё что-нибудь хотели сказать? Ещё, мне кажется, что, ну, это уже моя компетация, и, наверное, неправильно, интуитивно чувствуется, что она, может быть, она неправильная, что многие вещи Нитши не усложнял. Многие вещи Нитши пытался написать для того, чтобы они выдали эмоцию у читающего, чтобы эмоция такого, эмоция разрушения, эмоция переоценки ценностей, которые у него в данный момент находятся. И там за каждым символом, за каждым образом не стоит... Какая-то мысль, да? Ну, прям за каждым, за каждым, наверное, нет? Да, ну, вот просто, что очень много этих вещей, которые мы пытаемся это перетерпетировать, но за вот этим, за этот просто мощный образ, который должен человек вызвать в инстинкте. Мы с этого начали, с одной стороны, Нитши обвиняет Платона в том, что Платон скучен, но именно потому, что Платон пишет художественное произведение, его невозможно читать. Да, и вот Нитши против этого. А во-вторых, также в отрывках писем я указывал вам на то, что Нитши говорит, это лучшее, что создано на немецком языке. То есть, это не просто философское произведение, это еще и художественное произведение, и вы, конечно, в этом смысле правы. Какой-то уникальный мысль избавления от духомщения потом, как я не пишу. Ну, то есть, мысль наплевать, это как бы простая, она дважды говорится за ратуткой, и, может быть, не в этом разгар. Да, не в этом явно. У меня, естественно, насчет духомщения, как раз вот, почему он писал голову. Его учение было пропитано духом мести, и он был главой этого учения. И его победа над духомщения, то есть, победа над ненавистью к людям, я думаю, была в том, то есть, в тот момент, когда он действительно перестал идти к ним, и когда он ушел от них, то есть, вот последний уход от людей... Ну, это же не уход от отребья, это уход был от учеников. Он перестал идти к ним сразу, как с ними познакомился. Ну, я к тому, что он, в принципе, перестал идти к людям. Он ушел, в принципе, от всех людей, кроме четвертой части. Мы ее не читаем, но от нее никуда не деться, от нее не скрыться. Ну, он уже принял решение, он так или иначе умрет. И, то есть, приняв вот этот вот груз смерти грядущей, и уйдя от людей, он избавился от духомщения, потому что ему некуда... Мы фиксируем четкий момент, когда это произошло. То есть, он не избавился, когда ушел. Ну, да, он же после этого еще убеждает себя в том, что... То есть, он успокаивает свое сердце, принять смерть. И когда у нее это получается, он убеждает эту смерть от духа мщения, и потом умирает. И дальше он сочетается с Ариадной. И дальше, да, Дионис сочетается с Ариадной. Хорошо. Есть ли какие-то моменты, которые вы хотели бы обсудить в целом, которые вам кажутся, что мы не зацепили и стоят? Или, может быть, у вас есть какие-то интересные реплики по поводу чего-то? Мне интересно было бы, как устроился курс. Была по ту сторону набрая зла, какие были бы отсылки от этого курса. То есть, насколько мы бы к Заратусту обращались, насколько вообще вам бы этот курс было бы интереснее читать, чем к Заратусту, потому что здесь явно есть большое поле для интерпретации, а там все-таки более классическая работа меньше. И тут как бы вам интереснее вот эти образы разбирать. По ту сторону добра и зла мы бы считали немножко получше и одновременно немножко похуже, потому что в середине добра и зла существует момент, который невозможно интерпретировать в принципе. Помните, как оно называется? Афоризмы и стрелы? Или интермедиа? Оно называется интермедиа. Там около сотни параграфов в одно предложение, около сотни афоризмов. Их вообще невозможно разбирать. Их очень тяжело разбирать. Но отсылок не было бы меньше, к сожалению. Может быть, сейчас уже их было бы поменьше, но первоначально у меня в голове было именно то, что постоянно нужно работать с отсылками. Но к золотустре или к... Ко всем остальным произведениям. К золотустре в наименьшей степени. Потому что философу будущего – это самостоятельная концепция, хотя она связана с сверхчеловеком, это едва ли интересно. Смертоносная истина, она не вынимается из золотустры, она вынимается из тех моментов, из которых мы ее вынимали. Об истине уже в неморальном смысле, из веселой науки и так далее, и так далее, и так далее. К золотустре в меньшей степени, чем к остальным произведениям, но обязательно к остальным произведениям. И сверху того, к тем произведениям, которые Ницше читал. Потому что, по крайней мере, первая книга, посвященная предрассудкам философов, очень много зависит от того, о каких философах Ницше говорит. То есть, что именно он прочел у них, и откуда он взял эти их самые предрассудки. А так, да, она была бы цельной, как книга более цельной. Но, с другой стороны, я опять боюсь, что мы бы не прошли ее целиком. Мы точно прошли целиком, потому что... Ну, а интермедию можно было бы пропустить каким-то образом, или выбрать из нее только самое главное. Опять же, интермедия... Вот в этот момент надо было бы отосквать в разговор золотустре и сказать, сверхчеловек двигается с вершины на вершину. И эти интермедии – это самая вершина из вершин. Это мысли, связанные между собой, дико связанные между собой, в четком порядке связанные между собой, звучащие в одно предложение. Когда первый раз читаешь, вообще не думаешь, что их можно связать. Там вообще каша кажется. Вот это вот тогда бы я отослалось, и тогда бы я сказал, давайте докажем, что мы можем двигаться с вершины на вершину, не спускаясь вниз. А так, не думаю, что курс был бы построен иначе. Так же сама идея совместного чтения подразумевает, что мы вместе читаем, вместе обращаемся к другим произведениям, находим какие-то кросс-референсы, и таким образом потихонечку двигаемся. Хорошо. Еще кто-нибудь что-нибудь хочет? Какие-нибудь? Ну все тогда, я вас благодарю. Спасибо. Вам большое.